всем большой привет я недавно закончила мою работу от кастом крафт совы в лунном свете и как и обещала и себе и вам как только я закончу моих слов я приступлю к следующему наборчику от фирмы кастом крафт в моем дворике этот наборчик мне подарила моя рукодельная фея и этот наборчик у меня был давно в моих мечтах и планах и даже у меня была заготовлена схема этой схемой со мной тоже поделилась одна рукодельница и я ждала вдохновение какого-то момента до чтобы приступить к этому дизайну это дизайн не простой на самом-то деле давайте покажу вам поближе картинку вот такой сюжет здесь у нас зимний сюжет много разноцветных птичек кардиналы и еще какие-то птички и они все очень дружно уживаются вот на этой сосновой ветке много шишек и кружится снег красивая картинка но в отшиве смотрится это просто великолепно особенно эти шишки и сосновые иголки переливаются и все это очень реалистично гармонично цвета яркие и конечно завораживает эта работа но я как любитель птиц не могла пройти мимо этого дизайна размер работы будет 49 на 35 сантиметров разработчик схемы опять вот этот вот господин дайан вот здесь такая у нас книжечка вот она книжечка но так как у меня схемка была уже захомячена давным-давно отпечатана я буду вышивать по имеющейся схеме здесь есть разбивка по количеству необходимых ниток и хочу показать вам лист нижний откуда я обычно начинаю так 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 вот так вот посмотрите какая здесь красота я знаю схемы показывать нельзя пусть меня поругают вот посмотрите какая здесь красота сколько здесь какой здесь разброс значков я знаю что непростая работа непростая но меня это не останавливает я по ходу вышивки буду определяться как я буду вышивать возможно это будет парковка возможно это будет по цветам в пределах какого-то небольшого участка но в любом случае как говорится глаза боятся руки делают есть уже опыт вышивки поэтому я думаю что я справлюсь вот схемка у меня есть ниточки мне очень-очень нравится как кастом крафт упаковывает свои ниточки в такой рулончик как улитка ниточки здесь а дмс и также кастом крафт вкладывает основу с большим запасом для по бокам обычно где-то по 7 сантиметров здесь идет снова коричневого цвета очень интересно вышивать на темной основе и мне очень очень нравится снова у кастом крафт она и плотная но в то же время податливая я не знаю что то за фирма возможно ты какой-то вообще специальный заказ этим нет никаких ни строчек сбоку ничего обычный край но основа просто шикарная вот я обожаю материалы кастом крафт и обычно здесь ниточки дмс они тоже немножко другого качества давайте посмотрим на ниточки я вот так который открою основу дам чтобы хорошо разложить и чтобы полюбоваться на всю эту красоту но вы скажите мне скажите как как красиво да какое здесь разнообразие какие здесь красивые зеленые цвета не сейчас очень хочется зеленых цветов вот сколько зелени есть конечно черный белый рыжий коричневый немножко красного то вот такое вот богатство не так много здесь три планшетки такая красота глаз не оторвать хочется их гладить и гладить наглаживать представляете все эти нитки плетутся в основу и получится картина великолепная да давайте еще вот так поближе покажу вам мне кажется каждый рукодельница может часами любоваться на красоту не так ну конечно же отшитых крестика вот такое богатство три планшетки как я сказала да вот раз два три планшетки здесь картонные такие тоненькие совсем я не знаю что буду делать то ли я буду сейчас перевешивать то ли я просто сделаю органайзер для парковки игл и не буду ничего перевешивать сейчас подумаю но я пойду пока готовить мою основу нужно ее разлинеет нужно обработать края чтобы посохли края у основы буду обрабатывать лаком для ногтей как я обычно это делаю ну конечно же сделаю еще включение покажу как у меня все организовалось и пока подсыхает моя основа я решила разобрать мои ниточки которые остались от предыдущего набора кастом кратс так как мне нужна коробочка и заодно нужно упорядочить все мои ниточки поэтому я достала мои боксы сейчас буду разбирать все по номерам были куплены еще два вот таких бокса я вам показывала которые сейчас будут заполняться ниточками ну и вот эти вот тоже все ниточки которые были приобретены недавно перемотаны это новые моточки их нужно будет разобрать по номерам потому что в какой-то момент когда у меня была сделана закупка ниток немного но где-то около 60 до 60 моточков у меня сбилась моя здесь мой порядок по номерам поэтому сейчас я хочу это быстро все разобрать привести в порядок ну и мы продолжим закончила я разбирать нитки честно вам сказать это такая непростая работа перематывать рассортировать мне приходилось часто перекладывать из одной ячейки в другой ячейки мои бобиночки прошел целый час но тем не менее все готово все что у меня перемотано на бобинки теперь полностью укомплектована по кейсам и по номерам вот такая у меня организация у меня конечно есть много дублей но это связано с тем что когда ниточки возвращаются из разных процессов то может может они могут использоваться нескольких процессах и поэтому получается несколько бобиночек но не так много не бывает они всегда пригождаются и всегда нужны так моя канва давно уже высохла давайте вернемся к организации моего процесса и так завершена моя подготовка я обработала края основы сделала разметку подготовила первый лист схемы начинать буду с правого нижнего угла все все основа натянула на кюснапы и уже кюснапы стоят на станке стечь смарт подготовлены новые иголочки 14 размера фирмы гамма мои ниточки я решила не снимать с оригинальных органайзеров попробую работать с ними хотя они очень хлипенькие бумага тоненькая но тем не менее постараюсь аккуратно аккуратно работать с этими органайзерами и подготовила я органайзер пока для игл все значки тоже сделанные раз все расчерчено ну и конечно же ароматная чашечка кофе и я приступаю к моему новому процессу пожелайте мне удачи вышивала свой кастом крафт и вспомнила что у меня очень давно уже лежит вот такая вот заготовка от диме я вишни это тоже был подарок от рукодельной феи заготовочка птички лежала лежал эта заготовка я все как-то не могла найти время и подыскать и схему подходящую и вот представляете только я подумала о данном моменте как в ленте вконтакте мне попадается подборка схем диме вишни именно птичек там было представлено три три схемы для птичек разных я выбрала чижа ну и конечно же буквально сразу я приступила к выполнению этой работы хочу вышить поскорее ту птичку и оформить и сделать из нее магнитик данная прекрасная вещь будет сопровождать мой процесс кастом крафт в моем дворике так как процесс вы понимаете что он долгоиграющий поэтому мне хочется чтобы что-то меня радовало до птичек мне еще далеко и далеко немного вышивать зелеными оттенками которые мне нравятся но тем не менее знаете однообразие но утомляет и я решила выполнить эту птичку когда мне вышится какой-то участок зеленая она будет сидеть у меня уже на елочках вот так вот я себе интересно придумала вышиваю чижа как я и сказала пока здесь еще не понятно что получается несколько оттенков всего лишь я вышила это моя первая вышивка на заготовках деревянных интересно конечно же понимаю девочек их интерес к этим милым прикладным вещицам но я продолжаю работать над этой птичкой но и потом я покажу сделаю включение покажу как получилось что получилось ну что уже следующий день точнее следующий вечер и я хочу представить вам наконец-то готовое изделие мой чижик вышелся весь вчерашний вечер я провела работы над этой птахой вот такой красавец получился конечно здесь кажется что очень маленькое изделие и вроде бы быстро должен вышиваться но тем не менее целый вечер у меня ушел на изготовление этого изделия получилось здорово процесс мне понравился единственное как бы здесь замечание то что всеми присутствовала одна единственная одиночка которую я конечно же не вышивала вышла ближайшим цветом похожим но тем не менее она была и когда я подбирала ниточки мне тоже нужно было потрудиться и подобрать этот цвет но не знаю ошибка это или нет тем не менее есть такой факт что здесь была одиночка показываю вам чуть-чуть поближе эту птичку вот такая птичка невеличко чижик и как я говорила данное изделие у меня оформлена в магнит с обратной стороны я приклеила сильный такой неодиновый магнитик и теперь это изделие будет украшать мою работу которой мы сейчас к вам и перейдем так вот моя работа будет белый лист и так вот моя работа мой старт мой новый процесс кастом крафт в моем дворике над данным процессом я работала всего лишь один день воскресенье и вот то что у меня получилось вышить за один день здесь около 700 крестиков ну так примерно данный взгляд давайте попробуем даже представляете даже иголочки сюда крепится красота вот птица уже на своем месте данный процесс казалось бы мне показалось начале что он вышиваться будет очень сложно здесь такая схема замудренная но я могу сказать что он вышивается практически так же как и мои совы в лунном свете то есть не сложно но очень кропотливый медленно идет процесс здесь нет такого что идут сплошные одиночки есть значки которые вышиваются небольшим количеством 56 значков и нужно менять нитку но тем не менее это не совсем одиночки и есть участки которые будут зашиваться но есть какой-то определенный участок который зашивается побольше вот видите сейчас я буду вышивать вот этот черный квадратик значок его здесь достаточно много он будет вышиваться и хочу показать вам крестики вот у кастом крас в оригинальных наборах не знаю или это из-за канвы кстати здесь аида она не совсем 14 каунта на немножечко как бы побольше даже не знаю какой-то правильный номер но есть небольшое здесь расхождение даст по размерам с 14 каунтом здесь приятная аида и ниточки здесь очень очень хорошего качества они фирмы дмс но почему-то мне так кажется что они все-таки лучшего качества и отличаются и не знал видно вам будет или нет эффект блеска вот эти крестики ложатся очень ровно и мне кажется что они тоже блестят но когда свет падает не точно переливается есть такой приятный отблеск и я получаю огромное удовольствие от вышивки этими материалами при работе с этими материалами какой красивый уголочек получился очень красиво уже проявляются какие-то здесь вот первые снежинки вот это белое пятнышко ты снежинка веточки иголочки шишки скоро не знаю мне так хочется вышивать эту работу и не хочется абсолютно отрываться показывал максимально приближенном варианте не знаю насколько это сможет придать моя камера всю эту красоту но я получаю действительно огромное огромное удовольствие от этого процесса да вот ну и когда вышлется участок побольше эта птичка будет сидеть уже на зеленых веточках на зеленой веточке все в тему все в тему зима птички настроение я очень довольна тем что у меня получается конечно же буду показывать вам свои продвижения они может быть не так часто будут у меня появляться но по крайней мере в отчетах за месяц я буду показывать насколько продвинулась эта работа спасибо вам что вы были со мной спасибо за ваши комментарии за вашу за вашу поддержку я желаю также вам хорошего настроения конечно же удовольствия от вашего творчества ну и до новых встреч пока пока